Это... в этом выпуске нет рекламы, нет рекламы за деньги, и в этом выпуске вообще реклама не планируется. Может сейчас кто-нибудь согласится, я сейчас перед тем, как его выложить, еще поклянчу, может с кого-нибудь сдеру бабки. Но это... Так, я правильно понимаю, что вы хотите стать героем своего собственного фэнтези? Тогда вам в Red Shadow Legends получается. Red Shadow Legends это реалистичный мир темных фантазий. Соберите и прокачайте свою команду героев и начните захватывающее путешествие. Теперь помимо вашего телефона можно играть на ПК. Игрушка везде бесплатная. А еще вот что. Огромное количество чемпионов, крутых и разнообразных локаций, дохренища всяких боссов в подземелье, а также крутая ПВП-арена. И теперь, и теперь даже появилась групповая арена. Это не просто сражение 4 на 4, а серия из трех эпических битв до первых двух побед. Это просто какая-то арена на максималках, скажу я вам. А еще скоро за эти же самые достижения на групповой арене начнут раздавать крутые награды. Поэтому давайте-ка бегом. Качайте именно по моим ссылкам в описании. И получите 100 тысяч серебряных монет. А также крутого чемпиона громобоя в качестве бонуса. И они все 30 дней действуют всего лишь. Торопитесь, давайте. Редшоу Леджендс вот решили меня поддержать. Поэтому вы качайте игрушку. А я в будущем вам буду еще больше конкурсов устраивать. Ну как вам, а? Я с моим, как сюда стало, как бы приехал покупать тачку, так вот сюда. Куда? Надо вот сюда. Так, смотрите, нет поезда? Нет поезда. Нет поезда? Нет поезда. Ёб твою налей. Ну вот туда пойдем. Там люди переходят. Там? Смотри, за паяжем, блядь. Ты близко, не иди, а то сейчас захуярит тебе зеркало по затылку. ЭТО ВИДЕОБЛОК! ЭТО ВИДЕОБЛОК! Карданчик, короче, поставил. Он говорит, что, блядь, уже поставим карданчик, сделаем развал. Сделали развал, еду, блядь. Мне нравится, морда все четко держит, дорогу, все там. Жопа виляет, дружку. Тут царапинка, да, такая? Бля, это вот во дворе оставил, блядь. И это, утром прихожу, блядь. А вот кто-то бутылку пива открыл. Да, тут не пива, блядь. Едешь 60, надо? А чек что горит? Чек горит лямбда. Лямбда, либо катализатор. Но я думаю, что, скорее всего... АБС что? АБС правый датчик. А ты я точно не знаю. Ага. Так, че, посмотрели мы машину? Едем дальше смотреть машину. Уже ночь на дворе. Мы все смотрим машины. Ну все, ебать. Купили говно. Два, три, пять, 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 пять. Миллион. На канон, блядь. Таачка на миллион, блядь. Оп! Так, ну что, первый день. День после покупки говно. Отличная, шикарная, шикарная точила. Смотрите, значит, по косякам. Вот такая хуйня надо исправить. И бампер надо исправить. Все надо исправить. Поэтому у нас вот это все. Садимся. Внутро. Пожалуйста. Это я поставил уже. Все, это уже я, это подарок, все дела. Ручник. Нихуя не работает. Не держит и все такое. Так, тачка, давайте заведем. Заводит и с полоборота должна быть. Ну, ёп твою мать, ну что ты нахуй начинаешь? Пацаны, все будет пиздато, когда... Ладно, подождите. Так, как же это пауза, чтобы удалить это нахуй все. Ну, вот она, она. Так, значит, что? Горит АБС. Ну, ей 18 лет. Вам не похоже? Я с этим не знаю, разбираться не собираюсь, скорее всего. С чем я собираюсь разобраться? Значит, здесь не горит лампочка. Подсветки, а значит, ночью пиздец. Здесь тоже не горит лампочка. И значит, вы тоже ночью ничего не увидите. А это я все буду сейчас менять. Да я прямо сейчас буду менять это все. Поднимается вот так вот. Вот так отрывается панель, блядь. Все, пожалуйста. Пожалуйста. И вот эту. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот так вот. Переключим, чтобы... Что там, блядь? Я врываюсь в автоблогинг, кстати. Вот там лампочка. Учитесь, если кто не шарит. Вот тут лампочка. Вот тут она. Вот. А, тут ее, блядь, и нету. Загибись. Сейчас поедем за лампочкой. Купим лампочку, поменяем. Оху... Так, уже ночь. Я весь день проеб... Сейчас будем менять лампочки. Зато ночью будет виднее сразу. Короче, путем долгого поиска нашел габарит от габарита, собственно, диодный. И смотрите, что сейчас получилось. Мы вырубаем свет. Включаем габариты. Бэнч. Видали, что творится? Охуеть. Как в сказке. Вот еще вот эта часть панели не работает. Надо сейчас тоже заняться этим. Короче, вот так выглядит без панели. Вот панель у меня. Я разобрал. Здесь много чего не хватает. Вот такое говно. Некоторые перепаяны по-блюдски. Выглядит все вот так. Вот она снаружи. Попробуем поменять все, что есть. И подключить. Все. После долгих затраханных минут я все починил. Все горит. Даже... Даже чек. Все горит. Все хорошо. Выезд в Москву. Кому-то сильно повезет с тачкой. Прям сильно. Я врываюсь в автоблогинг. Короче, вот эта Subaru Impreza 2002 года. 1,5. 100 сил. 100. Прикиньте, 100 лошадей. Все. Она уходит, значит, Юрина Младудиневому подписчику. Кто, ну там, что, выиграл, победил. Блин, химчисточку сделай. А может, кстати, вообще прокачаем ее как-нибудь, ну, очень легко. Своими руками. На отъебись. Вот, свет горит. Видите, как уже хорошо. А, кстати. Я очень люблю покупать всякие разные тачки, возиться с ними, продавать, разговаривать с владельцами и так далее. Но есть очень много людей, которые не любят этой велокиты. Многие люди не очень хотят связываться с тем, что продать свою машину, что-то с кем-то встречаться. Может, боятся, что их обманут или ударят по башке или что-то сделают. Это прекрасно все понятно. Я недавно продавал свою машину. Но я по другой причине воспользовался помощью ребят. Потому что я не хотел палить свой номер. Также из-за ограниченного количества времени я не хотел, чтобы встречаться с разными людьми. Чтобы там что-то... Привет, пока, там, о, это ты. Прикольно, классно, здорово. На это нет времени. Поэтому я просил помощи ребят, которые, ну, смогли продать мою машину. Точнее, они сами на меня вышли и сказали, Лех, если будешь продавать, пожалуйста. В общем, что, продали мы ее там за две недели. И, мало того, я еще купил жене машину тоже через их помощь. То есть, я говорю, подберите мне вот такую машину. Мне нравится вот такая. И они все вот это волокиты подобрать. А вот такая. Скидывали мне сто раз в день. Леш, а вот такая. Я говорю, нет, это хуйта какая-то. Они говорят, может, такой. Я говорю, нет, тоже мне не нравится. Я к чему это говорю. Есть пацаны, которые сказали, Лех, мы помогаем тебе безвозмездно. Потому что в нашем мире сейчас можно пробиться только лишь через, ну, респект. Только репутация за тебя говорит. То есть, ты делаешь хорошо и делаешь хорошо. И все получается хорошо. Соответственно, я решил помочь им. Потому что я, соответственно, им ничего не платил. Вот. Хотя это стоит вообще каких-то смешных денег. Их помощь, которая неоценима. С тем, что ты встречаешься со 150 продавцами или со 150 покупателями. Торгуешься, подбираешь эту машину. Потом выясняется, что ей пиздец. Ты такой, блядь, я весь день потратил. Все это делают они. Короче, есть крутые ребята. Carberry.ru Я реально, действительно, не пизжу, бля, буду. Я продал через них машину. И я купил через них машину. То есть, хотите верьте, не верьте. За это деньги я не беру. И в этом выпуске, по-моему, вообще реклама не планируется. Может, сейчас кто-нибудь согласится. Я сейчас перед тем, как его выложить, еще поклянчу. Может, с кого-нибудь сделаю бабки. Но это конкретные ребята, которые супер молодцы. Им огромное супер спасибо. Carberry.ru У них есть свой инстаграм. Я это все отправлю в инстаграме. Можете, действительно, не бояться. То есть, полностью под ключ вся тачка на них. Вот говорите, что хочется, они ищут. Простите продать. За адекватную цену все прекрасно уйдет, продастся. Так что все. Все, что хотел, сказал. Классные ребята. Классные. Чисто. Большое спасибо вам большое за помощь. И от меня вам вот такая подгончик на... Останется... Ну, говеный. Мы сейчас кое-что сделаем. Вышли на меня классные ребята. Прям прокачку-прокачку. Будет вообще что-то. Будет вообще. Пятлетняя резина. По-моему, на дисках я не смотрел. Скорее всего, говно собачье. Но это подарок. Дареному коню, как говорится. Да? Все на свете. Смотри, нажимаем педаль в пол. Летит! Летит! Все. Опасность. Опасность. Тормоза. Нормальные. Тормоза нормальные. Сейчас мы преобразим эту тачку. Кто заберет, это просто. Юра будет рад. Рад будет Юра. Подписчик будет садся. Садся будет подписчик. А я в минусе по папкам. Серьезно вообще, конечно. Сейчас мы загрузим туда. А где там дырка? Во! Что, так нормально? Тачка уедет в Питер на легкое преображение по красоте, чтобы все сделали. Все будет просто песня. Сам воедешь? Да, да. Могу сам, могу как хочешь. Или ты поопытней? Давай. Да бампер похуйный. Все, мы на эвакуаторе. Что ты говоришь? Ручник? Да, на ручнике. А, ручник не работает. Так. Автоматически, смотрите, само поехало. Видишь? Это же вообще подарок такой. А тут нет охраны. Она неохраняемая. Мы вот так закрываем ее. И все. Ключом закрывается, открывается она. Все с ключа. Так, ты мне что дашь? СТС-ку? А все в бардачке. Там все. СТС, ПТС. В Питере принимают пацаны. Шаманят. Все, поехали. Едем, 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 едем. Короче, приехал в Питер. Это Серега. Серега. Здорово. Вот это песня. Что, показывать? Показывать? Короче, подрасскажем по-быстрому. Давай, давай. Забрали, забрали. Короче, мы у тебя кусок говна. Вот, привезли его в Питер. По согласованию с тобой накидали дизайн-проект. Что-то открасили. Да, я не видел же, что там вообще. Ну, по согласованию с тобой чисто накидали, да. Слушай, ну конечно. Вот покрасили десульки, как ты захотел. Тормозульки, тормозульки. Подчистили салют. Вот так подарок. Слушай, что-то парень как-то зовут. Да, его как-то зовут, я не помню. Он знает, что он вообще машина. Он знает, я с ним списался. Нормальный парень. Все будет у него? О, блин, ну охереть, я бы охуел, если бы у меня такую подарилку. Что у вас тут? Это Dodge Viper? Да. Охуе. Разборка питерская. Честно, разборка питерская. Грачи тут, видишь, насрали на крышу. Это град обычный, самый стандартный такой. Град набил крышу, и вы вытягиваете в мятину? Без покраски? Без покраски. Вы в мятину без покраски можете просто вытянуть все на крышу от града? Да. Просто из пенч? Из пенч. Везется в Питер ехать, если у кого в Москве градусы застал. В Москве есть мастера? В Москве я таких не знаю. Нет никаких мастеров не знаю. Точно, точно. И раз, два, три, бам. Ржавчина, поэтому мы в любом случае будем здесь вот разбивать это все дело, чтобы поставить вот эту вмятину на место. Арки все-таки, наверное, подготовлю, оболью. Может быть, торцы дверей. Ну, блядь, ну, что, сделаем нормально, Леха. Все, вот, блирнули, отхимчистили, блядь, вообще, слышишь? Здесь белый холодильник, Леха, смотри какой. Салон охуенный просто. Салон, блядь, малон. Ну, здесь чуть-чуть, конечно, да, на камеру передается, как засаленное, но так он вообще приободрился все время. Так, вот она, вот она, смотрите, охереть. Это Subaru Impreza какого года, ты не помнишь? Я забыл уже. 2002. 2002 что-то такое, да. Все, все, как обещали. С правым рулем, на механике. Ой, фу, какой механик, на автомат. Все, как я люблю. Короче, салон отпидорин. Салон отпидорин, ребята, вообще, в идеале. Ебать, она как новая. Это же охуеть можно вообще. Здесь что? Так, двигатель турб, поставили турбу? Отлезали, отлезали просто. Отлезали, это мы, конечно, одобряем все вот эти вещи. Ты тоже по этим взял? Нормально, конечно. Все, смотри, отлизанный двигатель, отлизанный. Вау, закрывается, да, капот? Да. Теперь уже? Теперь уже, да. Вот, все. Пары, охереть. Ралли, ралли, чистое ралли. Осталось только доехать до владельца будущего. Бля, вот это только проблема. Да, вот это проблема. Она доедет же нормально? Она же едет? Ну, у нас, мы свечи поставили. Серьезно? Да. Ну, терпи. Смотрите, напидорили как, а? Видали? Да. Охереть, слушай, ну это клево, это клево. Колесо спускает, да, правильно? Нет, 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 шинку сделали, аппортировали, все нормально. Ну, надо подкачать, потому что мы-то месяц в три назад делали. Ну, понятно, у чувака нет прав, короче. Ну, он не прям, ему не шесть лет, но, типа, прав нет. Он должен скоро их получить. Ну, все, получится, получится, будет ездить. Еще открасили передний бампер, удалили такую огромную вмятину на крышке багажника. А, явно она была, вы ее увидите. Вот готовили бампер под оклейку, крышу под оклейку, покрасили зеркала, сделали химарь, полирнули. Ну, и сделали такой некий брендинг, стайлинг, я не знаю, стильный, типа, ралли. А покрасили колеса? Сквиртинг. Сквиртинг, она сама передает. Да, все, она теперь умеет. Ну, главное, чтобы она не сквертанула где-нибудь по дороге чем-нибудь, бля, чтобы твоя жена не запомнила эту поездку на всю жизнь. Бля, да, я с женой приехал в Питер отдохнуть и прям в совместительство забрать эту тачку, и самостоятельно поеду в Москву на ней. Бля, ну диски смотри, охуеееет. Чисто ралли, Субарь. Бля, как я хочу, так тоже себе покрасить что-нибудь еще. Так мы же с тобой сейчас обсудим все моменты, к вам. Обсудим. Что тут сломали, сломали, косяк. Сломали, купили. Косяк, смотрите, грязь, грязь синяя хуйня. Это минус балл, но я не платил, поэтому нечего въебываться. А ты вообще подарок, дареному по нему зубы не смотришь, так что не пизди. Потому что молодцы. Бля, вот это дать. Ну что, она не отклеится нахуй через завтра? Через завтра? Ну мы тебе скажем, как надо, так скажем, пользоваться кузовом. Как ему правильно мыть. Да, и ему тоже скажем. Мытесь с метра. Все, все будет. Вы посмотрите. Тут еще какая-то... Касыка осталась. Или это реклама будет. Дай похуй уже. Ну смотрите, ну просто. Коробка переключается. Все, в идеале. Жетон. Это все у меня. Вот, пожалуйста, тебе. Не знаю, можно полить. Хотя кому... Кто, блядь, что сделает? Это видео. Вот, все документы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субара! Ты хотела! Блин, ну это, конечно, да! Сзади вроде. Я не знаю, давайте откроемся. Умешь ее открой? Я умею. Я видя, я отбираю. Шторка! Охуеть! Сама поехала. Знак аварийной остановки, которая нам 100% понадобится по пути домой. В Москву, из Питера. Это Субар импреза какого года? Ты не помнишь? Я забыл уже. 2002-й? 2002-й что-то такое, да. Все как и на печали. Стих, типа ралли. А покрасили колеса и Субар дателем. Так, что? Еще раз. Есть! Стеклоподъемник работает. Бескорпусная дверь, как на моем Mark II. Здесь ласточка. Давай, туда вот, смотри. И вмятина в детейлинг. Центр Питера. Это, конечно, бомба. Тачка-бомба. Там есть, конечно, нюансы по кондиционеру. Там надо разбираться. Что-то гремит еще. Вот сейчас на ближайшем полицейском. Видите, как трясет. Вот она! Проехали 558 километров на ней. Пока все прекрасно. Короче, все. Сегодня день X. Мы выручаем тачу Дудю. Приехал мой умственно-сталый друг. И мы поедем вот на моем капризике. На вот этом. Хочу создать интригу. Я еще попросил в Инстаграме где-то человек пять, чтобы они встали в ряд. Типа мы поставим в ряд тачки. И Субару, и Каприз, и еще несколько примерно такого ценового диапазона говна. Типа вот такого Сааба. Но это я не знаю, чей. И он будет, ну, типа, угадывать, как в битве экстрасенсов, где его тачка. Ты поедешь на Капризе? Окей. Ты же мечтал всегда. Ты же очень здоровый друг. Какой-то херу за комментарий машину даришь, а другу лучшему хер собачий. Надо помыть, наверное? Или нахуй? Да нахуй. Пошел он нахуй. Конечно. Мыть еще. Сам помоет. Да. Вон она, издалека красивая. Какой красавец, а. Вы там еще думали, что я подарю вам этого Каприза. Типа, о, вот это старое говно докупил. Вы охуели старое говно. Вот это еще как ни шло, куда ни шло. Старое говно. Хотя нормальная тачка в целом. А это вообще мечта. Вы гляньте. Ну, другу я его, наверное, подарю. Только вы ему пока не рассказываете. Я подарю, но перед этим надо его хорошенечко сделать. Надо его там, типа, весь проварить, перекрасить, чтобы он был охуенный. И тогда я ему подарю, и он сойдет с ума. Блин, так хочется круто подснять, как мы едем. Знаете, вот эти кадры, когда блогеры делают. Давидыч, там, что-то машина, блядь, с вертолета, блядь, с подлодки. Они снимают, как она едет. А у меня только док-вытрек. И то за рулем. Ну, сделаем подсъем какой-то, как можно. Поедем на нем. Вот так мы едем. Едем вручать машину. И представьте, короче, что мы, пиздец, как круто едем по Москве. Ну, и все. И лопты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! Ой, сила! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так блогеры делают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не-не-не, Олег, нельзя, мы же нарушим, на камеру точно нельзя обниматься. Да заебал. Здорово, здорово. Вот это, а это ваша была, да? Не-не, сорянка, я только не шлялся. Блин, сколько она стоила? А, ты ты о нас переживаешь? А? Я за вас переживаю. А, я думал ты брезгливый. Сколько? Да, только вот она. Вот эту? Да. Не гони. Я серьезно тебе говорю. Вот эту? Да. А, правой, все, я... Конечно, конечно. Я же говорил, праворукое говно на автомате, мы же все как обещали. Блин, прикольно. А какой это год? Она старше меня или нет? А какого это года? 86-го. Помоложе, она 2002-го. Да ты, блин. Типа, я думал, мало ли тебе 18-го. Слушай, а я правильно говорю, что чувак не умеет водить? Да, он сказал, что у него нет, ну типа, у него нет прав. Может водить-то он и умеет, но нет прав человека. Но он пошел сдавать? И откуда? Он из Москвы? Да, да. Блин, что? Вот это обидно, да. Это обидно, да. И он, типа, еще более-менее, типа, не бомж никакой, знаешь. Ну, типа, обеспеченный чувак вроде как. Да. Это хуёво. Надо было какому-нибудь прям, кто нуждается. Не, это, блин, ну... Кстати, это, на самом деле, это показатель объективности. Потому что, если бы мы подтасовывали, никогда в жизни, в нашем конкурсе не выиграл бы чувак... Давай, 360. MCV. Никогда бы не выиграл человек из Москвы. Ага. Никогда бы такого не произошло. Потому что москвичи пидоры. Да. Нет, я этого не говорил. Я это сказал. Я этого не говорил. Ты просто подтвердил. Но, блин, но такую тачку хотелось бы подогнуть. Слушай, ну пизда. Клёво. Ты сходнул, да? Немного. А что случилось с тобой? Болеешь? Нет, я просто в футболке в шортах. Я всегда худой в футболке в шортах. Да. А, ты всегда, потому что в эске ходишь, да? И у тебя сосцы вот так вот выпирают и все. Только мы все, но у меня ноги же вообще пиздец, ничего. Да? Их нет, никогда не было. Короче, Лё. Ну. Резюмируем. Давай, резюмируем. Давай, давай. Только точно эта тачка? Да, да, точно. А вот эту зачем? Это моя. Она приехала, во-первых, чтобы спутать карты. Ага. Там будет шесть путателей карт. Там будет шесть машин, примерно... И он будет выбирать, если ты в напёрстке будешь играть с чуваком. Да, да, да. Как в зелье в переходе под землю. Да, да, именно там понятно. Короче, резюмируем. Обидно, что чувак из Москвы, но тачка прям супер. Когда мы с тобой в Нижневартовске там были, я подумать не мог. Я думал, что, а, вот, знаешь, там уже был тот момент, когда я прям тебя полюбил. Понимаешь? Вот. Еще и конкурс и все остальное. А потом ты стал так говниться то, что, да не, да не, куплю ему говно, да что больше сотки и все остальное. А я же примерно понимал, сколько ты там жителей Нижневартовска, до этого еще Сургута и Хантамансийска снял. Очень много. И подумал, что ты говнишься. Да. Ну, что ты говнишься, блин, а? И стал чуть-чуть разочаровываться. Но в целом, если она ездит... Она ездит. Она, видишь, работает сейчас. Она сюда приехала? Приехала, да, на эвакуаторе. Обходи. Нет, нет, приехала, я за рулем. Она сюда, я из Питера ехал на ней домой. Чувак, учись водить. А если она тебе нахрен не нужна, пожалуйста, найди кого-нибудь в регионах, кореша, родственника или кого-нибудь еще, чтобы ему была тачка, чтобы ему была радость. Чтобы все понимали, что не все в Москве оборзели и не думают о регионе. Вот. В Москве много людей, которые очень страдают из-за того, что Москва, она вся такая цветущая, вот такое вот, блин, строят здесь за миллионы миллионов. А за пределами Москвы все гораздо хуже. Поэтому, чувак, поздравляю тебя, надеюсь, ты найдешь для этого пробега. И себе парня. Все в сборе, приехали. Все приехали, чтобы запутать чувака, запутать победителя, чья же машина достанется ему, интересно. Вот такой. Нет, приехал, но это слишком что-то хорошее пока что. Деловой, блядь. Приехал понтануться чисто. Вон, хуярит. Здорово, здорово. Здорово. Ну что, заебись? Вот мы тебя подготовили. Это все, да? Это все, что среди них твоя тачка? Ну, тебе надо просто понять, как ты думаешь, какая твоя. Как вообще жизнь? Да нормально. Че, че, ты кто? Рассказывай. Я архитектор. Архитектор, да. Че ты будешь делать, кстати, с тачкой? Кататься, дриптить. А продавать? Зачем продавать? Мало ли, ты сходишь. Это символичная тема. Очень знаковая в моей жизни, поэтому я ее оставлю детям. Ну, любую, короче. Серьезно? Да, будем там делать, типа, там, лавки, блять, краски. Короче, нормально. Прикольно. То есть, ты ее навсегда оставишь? Ага, вообще. Ну, эту тачку я видел, типа, у тебя в выпусках. Тут красную. Так. Субару слишком жирная, прям охеренно, да. Какая? Да, я любую Субару. Ну, Субару, да. Смотри, ну, привет. И здесь, конечно, которых точно нет. Я тебе сразу говорю, синие нет. То есть, я... Голбоеб, приехал, потому что... Я сказал, соберите тачки по одному, типа. Да. Примерно одной ценовой категории, чтоб было понятно, да? Ну, все. Чтоб ты, ну, тебя запутать. Но тут, явно, я тебе такую не куплю никогда. Я тебе... Сосварить, спорить. Ее помыли, блять. Хорошие. Видишь? Ну, конечно, потом вырежу себе эту тачку. Слушай, ну ты... Я говорил, что она в праворуках. У нас билая, сто процентов. Ну, я говорил, что я буду покупать. Это что-то праворукое, говно и так далее. Но не факт, что это будет праворукое. Ну, то есть, все, что здесь стоит, возможно, есть. Возможно. Да. Ну, что получилось? Если я приехал покупать машину, она не плохая, но на механике, пришлось взять на механике. Или она прикольная, но левая руля, я же не буду прям точно придерживаться обещаний ее в этом. Я купил, прикольная, едет, работает. Но как ты думаешь? Как ты думаешь? Прикольно, да? Ну, судя по описанию, которое было до этого, я думаю, что это эта тачка. Миссан? Судя по описанию, да. Судя по описанию? Да, типа, знаешь, ну все, и прям вообще интересно. Ну, короче, есть одна тема, что и сходится праворуле. Сходится праворуле? Да. Да. И она еще на механике. Возможно, что? На механике. Возможно черная. Возможно, черная. И что? Она и на автомате, и на правом руле, и в парковой информации, и недорогая. Сюда. Сюда совсем куда-нибудь там, да? Ну, либо так черная, либо… я не знаю. Либо черная, либо… Какой бы… ладно, хорошо. Допустим, ты думаешь, что черная, да? Да. Да. Какой бы ты хотел бы, чтобы была твоя? Чтоб тебе прям… вот бы вот эту, конечно. Понятно, что будет устроить все. Вот такую бы точно хотелось. Какая была бы прям, типа, точность, да. Вот та, после красной тачки охуенная, и… Место? Да, и Subaru вообще как-то тема. Как бы рассекретить… Как бы рассекретить на новую машину? Давайте прикольно, да, чтоб хотя бы тоже получился, да? Садитесь, занимайте местами на своих тачках, и, короче, которая останется без владельца, да, та, та, твоя. А че вы уже… надо было на счет три, а вы че… ну неправильно, неправильно. Ну, ты что, серьезно? Ну все. О, пиздец, прикинь, если он реально умеет, это было ахуенно, сейчас прям умеет. Ха-ха! Ох! Класс! Епсо! Наладо! Ни пиздец, ни пиздец, блядь! Ха-ха, ты что-то хотел? Вот она! Поздравляю! Молодцом! Я это не сделал особо вам? Охуеть! Торenan. Тордец, токрем. Тордец... Тордец. 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 Тордец-тордец. Тордец, да, вот победила, зимняя. Тордец... Пиздец. Короче, какая-то работа была произведена, мы их все подлатали, все. Пацаны, из Питера подмотали тачку? Да, ну да. Расключи, блядь. Я просто ввахую, реально. Мне, типа, я думал, любая, но нет, это пиздец, реально. Это пиздец. Ну, ты понимаешь, да, какие-то, если работать, там небольшие, типа, лампочки меняют. Ну, я думаю, двигатель короткий, но имеется, если все... Обращайся. Чек-энжин? Ну да. Дёп-3 есть, смотри. Это Subaru все нормально. Ах, ты бери. Это люкастиль, реально. Четко? Это люкастиль. Это сто процентов. Ты же скейтер, да, какой ты? Баймиссер скейтер. Багажников на них нет, слегка еще. Багажников мое место, маленький вниз продал. Не вон, тут универсал, нормально. Нек-asons. Правильно. Поздравляю, Таша. Подарок, подарок, ну что. Клево. Ну, ты смотри, ты, короче, продашь, ты петушара сразу. Понял? Нельзя, нельзя продавать ни в коем случае. Да не, не так. Охереть. Ну, чё, а чё родители, ты сказал вообще, что ты будешь победителем? Да, ну, они в шоке были. Ну, типа, я... За стих, да? Ну, я писал эту хуйню, типа, к 4 утра, типа, думаю, ну, попробую, типа, сделаю эту тему. Вот, потом попросил друзей, типа, пост полайкать, там было, типа, слэпс на ютубе, я такой, типа, ну, хуй с ним. Я проебал точно, точно, типа. Потом вышел выпуск Дудя, я такой, типа, бля, ну, точно не я. И он такой, Паша, ну, чё, блядь? А так всегда, ну, любой же, кто участвовал, такой, ну, не я точно. Ну, да, да. Ну, видишь, как? Я думал, что не я, реально. Прикольно, прикольно, мне никто ничего не дарит, так вот. Офигеть. Вообще, подорв. Товарищи, типа, я даже, я думал, типа, я думал, я себе куплю, там, не знаю, первую, там, копейку, там, пятерку, чем-то такое, потому что, ну... А тут по собару ещё и... Поздравляю, всё, круто, 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 круто. Будешь... Будешь гонять. Ну тебе без камер-то, да? Добавил, чтобы не было компft. Ты выключал? Выключал камеру, он мне только что достал свою подсумку из этого. Из этого картины. Это мой Toyota Mark II, мой любимый, который мало кому показывает. Класс, класс, класс. И ты чем ты рисовал? Маркеры. Все маркерами? Реально? Да. Смотри-ка. То есть ты... Ну, типа, ты выставил фотку, вынес, ты, я ещё и сказал, типа, это она такой, типа, это моё, это моя, я такой, ладно. Я тоже никогда никому не продам ее, это мое не может. Ну слушай, клево положу себе в пачку. Располняем договорчик купли-продажи, купли-дарения. Там прежний владелец загибался ждать пока на учет поставят. Спросить почему? Я не знаю, ну если что через крошное сделали? Там на левый по разметке. Человек сейчас погаснет? Угу. Ну и в целом он горит вряд ли от двигателя, там какая-нибудь бошка. Ну в машине картуня. Окей. Тут выебать на ней не получится, поэтому просто едем, потому что она не едет. Она не умеет достроить. У нас потому что, ну у меня там другие машины, тоже старые есть такие. И там прям, ну, руля дает где-то, знаешь? Да, а тут по стучи там. Ну да, да, тут прям уютно. У меня потому что колеса широкие на марке. На Тойоте у меня еще есть РАП-4 первого поколения, как Нива. Там тоже есть свои косяки. А эта прям что-то такая тихая, мягкая, ровная. Жена на ней ездила, потому что мы из Питера ехали. Я устал и говорю, садись без дыхания. Я наехала. Такая прикольная. Вот, вот. Когда тенечек, тогда прохладно, видишь, нормально. Батюк, я думаю, на правом руле разберется, Батюк. Ну, любой автолюбитель. В целом, здесь нехуй привыкать, потому что это, ну, здесь все просто. Есть люди, которые, блин, правый, не понимаю, что, здесь ничего непонятного не бывает. Вот ты сел, то же самое. У меня левый, у меня правый, у меня машина. А это, да, это память, мечта. Это реально память. Прикольно, прикольно. На тебя на костылях еще раз поебать тебе, чтоб ты перевернулся. Все. Че, кайф? Кайф, просто охуенно. Песня. Просто охуенно, песня. Вот, победил. Супер. Все, идет. Вы за рулем на коленочке. И все. Да, да, да. Поехали. Да, сейчас, наверное, начнем. А то, что правый ролик, не смущает? Ну, ездил один раз. Едем, да. Ну, это вообще, как практика, никаких проблем. Тех, кто едет рулит. А это же автомат. Автомат, тем более. А, вот уже учились. Супер. Да, супер. Так что, поздравляю. Вообще, все должно работать. Да, это реально пушка. Она еще коночная, вообще. Где она кончная? Она под рассветом такая. Она нулявая. Какая с собой вид коночкой, реально? Вид коночкой, реально? Вид коночкой? Да, можно. Второй литвус тоже. Нет, да едем со французской обратно. Ха-ха-ха. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. 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 Сделали доброе дело, да? Да. Прикольно, прикольно. Зубная фея была очень добра, Кимур. Да. Ну, как тебе каприз? Кайфуешь? Кайфую. Вот бы мне такой, блин. Ну. Надо комментарии листать. Все дарить постоянно. Да, налево. Давай налево. Надо куда-то идти есть. Ну что ж, вот и закончилась эта эпопея с подарками. Счастливые ребята. Классные. Классный, да? Классный потек. Классный чувак. Мне, конечно, были в тачке минусы. И есть они. И они будут выскакивать. Она, естественно, недорогая. Но это клевая тачка. Я на ней доехал из Питера в Москву. И дальше катались мы. Короче, ну, это клево. Она классная, здоровская машина. И очень приятно. Пошел нахуй. Очень приятно, что человек, ну, выиграл, победил. Неподдельные эмоции. Да. Да. Вот эти крутые. И мне, знаете, даже как-то понравилось дарить это ощущение счастья, приятного. Я думаю, это не последний подарок от меня кому-либо. Если мы берем в расчет именно тачки. Я подарю еще какую-нибудь тачку еще кому-нибудь. Естественно, это будет что-то дешевенькое, приятное. В этот раз победил парень, абсолютно честно. Но, как казалось, не сказать, что он жестко нуждался. А есть люди, которые действительно, ну, действительно будут ценить даже старую шестерку. Потому что им действительно нужно и классно. Я думаю, вот этим мы и займемся.